И в продолжение темы. В советское время библиотеки пользовались большим спросом, поскольку только там можно было зайти новое издание и необходимую информацию, а также популярные книги для чтения. Порой читателю приходилось ждать месяцами необходимую литературу. А пользуются ли сейчас люди услугами библиотеки? Давайте узнаем. Скажите, как пройти библиотеку? Здесь нет библиотек рядом. Я лично знаю только, наверное, одну библиотеку, и это туда именно. Ну, честно говоря, я не знаю, где сейчас ближайшая библиотека. Библиотека ближайшая находится, можно сказать, 15 минут отсюда. Называется она Есенина. Центральная библиотека. Когда вы в последний раз были в библиотеке? Ну, наверное, студенческие годы, когда училась. Сейчас уже не хожу точно. Когда в шестом классе, мы нас классом специально, нас отправили в библиотеку, чтобы рассказать о музыканте Бахе. Я читаю книгу в интернете, либо скачиваю, поэтому я не хожу в библиотеке. Нужны ли библиотеки в наше время? Обязательно. Обязательно. Это самая доступная вещь, как библиотека. Во-первых, еще хоть ее сделаю бесплатно. Вот сейчас? Нет. Сейчас вы видите, дети какие растут? Они не читают, никто не читает. В настоящий момент книги заменяют электронные, например, книжки, и библиотека, мне кажется, не пользуется сейчас такой популярностью, как раньше. Я считаю, что да, так как больше все-таки приятнее трогать книгу. А почему, если вам приятнее трогать книгу, вы не ходите в библиотеку? Сложный вопрос. Да, ситуация печальна. Печатные здания все более отходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Но, несмотря на это, для многих библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Это место с особой непередаваемой атмосферой. Кроме того, только здесь и по сей день можно найти те редкие здания, которые не печатают в электронном виде. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.